Под обл администрацией снова протестовали представители автоевросилы, вышли, чтобы губернатор донес до Кабминных требования об изменении правил растаможки авто на евро номерах. Срок льготной растаможки для этой категории машин заканчивается через два дня. Еще одно требование евробляхеров привести в порядок украинские дороги. 80% авто, которые были действительно завезены, которые евробляхи, они на сегодняшний момент не растаможены. И многие к нам обращаются, что делать, что как, показать, что мы не согласны. Мы должны жить достойно, мы должны ездить на хороших машинах. Мы выступаем и будем проводить акции, чтобы не было у нас ям, чтобы были качественные дороги. На сегодняшний момент, если я правильно помню, это 6 или 8 гривен с каждого литра бензина уходит в бюджет. То есть вопрос, если уходят, сколько, в принципе, посчитать, бензина продается, топливо, где дороги? Это все должно идти на дороги. А вот сотрудники Медина требовали от губернатора повлиять на Кабмин, чтобы министры разблокировали выплату зарплат. Из-за конфликтной ситуации вокруг университета и неопределенности с должностью ректора финансовые документы заморожены. Также протестующие требовали оставить в покое то ли бывшего, то ли действующего. Суд еще не установил скандального ректора университета Валерия Запорожана. Сотрудников Медуниверситета возмутила вчерашняя попытка их оппонентов взять ВУЗ штурмом. Еще при помощи народных депутатов от БПП «Солидарность». Возмущены поведением наших коллег, которые позволяют себе при помощи депутатов совершать противобравные действия. К сожалению, в этой ситуации оказались люди. Заложниками этой ситуации оказались люди. Обычные трудяги, которые работают вместе со студентами. Поддержать митингующих приехал народный депутат от радикальной партии Игорь Масейчук. Вместе с ним сотрудники Медуниверситета прорвались в кабинет губернатора, сорвав совещание Максима Степанова. Мы просим вас связаться с кабинетом министров, пояснить ситуацию, которая сложилась в Одессе, и чтобы уникнуть каких-то радикальных действий с боку людей и тому подобное, чтобы сегодня были разблокированы вопросы заработных плат. Это очень важно. Я вернулся, я находлюсь в таком наполеглому диалоге с урядом Украины. Маю великую надежду, что ближайшие днями это вопрос в той или иной способе будет решено. Принаймні я буду делать все для этого. Принаймні я буду делать все для этого.